В Бариновке Нефтегорского района завершается восстановление уникальной ветряной мельницы. Ее построили на этом месте в 1848 году. Долгое время объект был заброшен, но благодаря содействию депутата Госдумы Александра Хинштейна мельницу удалось спасти. На это привлекли средства из внебюджетных источников. Мы находимся на финишной прямой и в самое ближайшее время восстановленная мельница в Бариновке заработает, станет еще одной точкой притяжения на карте Самарского региона. Уникальность этой мельницы в том, что, во-первых, это единственная сохранившаяся в Поволжье ветряная мельница начала XIX века. Так сложилось, что именно в этом году Бариновская мельница отмечает юбилей и исполняется ровно 175 лет. Более того, объект культурного наследия станет центром нового туристического пространства. 3 июня в Нефтегорском районе планируется открытие парка Бариновская мельница. Детали обсудили на совещании с местными властями и министром туризма Самарской области. В концепции развития именно парка, парка интерактивного, где, безусловно, главным объектом станет сама мельница, но территория, прилегающая к мельнице, будет насыщена различными мастер-классами от мастеров самых различных промыслов. Она будет насыщена и, безусловно, объектами общественного питания, где, несомненно, главным продуктом станет хлеб и все его производные. И, конечно же, в дальнейшем предполагается создание специальных кемпинговых зон в непосредственной близости от этого объекта, для того, чтобы у людей была возможность провести там не только несколько часов, но и несколько дней. Запланировано пять точек питания – палаточные павильоны. В качестве сувенирной продукции хотят продавать мини-мельницы, значки, магниты. В разработке также шоколадной и пряничной мельницы в проекте издания ресторана. В перспективе наша цель – сделать туристический маршрут, который охватит и Бариновку вместе с мельницей, и расположенную рядом село Утёвку, родину безрогого и безногого иконописца Григория Журавлёва. Полным ходом идут реставрационные работы в храме Святой Животворящей Троицы. Я уверен в том, что огромное количество людей не только из нашего региона, но и из других областей, республик, из-за границы поедут для того, чтобы эту всю красоту увидеть и посмотреть. А в день открытия Бариновской мельницы планируется концертная программа, организация полевой кухни и дегустация хлеба и подсолнечного масла местного производства. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Мы покатим торжественное мероприятие.